Постоянные порывы. К этому лебяженцы за четверть века уже привыкли. Ремонт после одной такой аварии обходится в 12 тысяч рублей. Однако ежегодно необходимо устранять несколько порывов. Долгое время сельчане пытались передать магистраль в муниципальное обслуживание как бесхозную, но все их порывы результата не приносили. И они стали написать администрации города, что это ваша внутренняя сеть. Хотя по закону она внутренне быть не может, она проложена по улице. Внутренняя сеть это то, что от улицы идет до дома. Это внутренняя сеть. А эта сеть, она общая. Последний этап переписки с местными властями длился с марта. Письма были отправлены губернатору, в правительство края и даже президенту. По словам жильцов, отовсюду поступали лишь отписки. Однако недавно прокуратура обязала городские власти взять сеть на учет. Ремонт коммуникации назначили на 2022 год. А пока предоставили трубы, чтобы ремонт сельчане могли провести самостоятельно. Попросили помощи. Прислали, дали нам правда трубы. Но вместо 96 труб, которые у нас были изначально проложены, 57, ну почти в два раза. Меньший диаметр. Естественно, что за неимением других труб вчера начали варить. Но поскольку трасса очень изношенная, просто не к чему привариваться. Местные жители и не надеялись на полноценную помощь. Планировали работать по привычке, собственными силами. Однако следом за нашей съемочной группой к месту аварии прибыло руководство Лебяжьего и Центрального района. То есть приварили, она бежит, поэтому отопление было выключено. И дальше вот эту трубу дали, на 57-ю. И все, она закончилась, нету больше трубы. Хотя ее смысл сюда ставить, они же замерзнут куда дальше, на 57-й трубе. Люди действительно мерзнут. Даже сейчас температура в домах не превышает 10-12 градусов. Приходится спать в одежде, возвращаться к печному отоплению или пользоваться обогревателями. Однако дополнительные источники тепла есть не у всех. Именно поэтому из-за холода многие заболели. Вот здесь девушка, сейчас ее нет, она здесь самая активистка у нас была, у нее дочки два года. У нее в сторону пневмония, она сейчас в больницу с ней поехала, там будет в больницу ложить, скорее всего с мамой. Потому что, ну, вторую неделю без тепла, как бы, то есть заболела, простудилась. У них должно быть альтернативное отопление, печки должны быть. Нет печки в данной. Ну, плохо. Значит, обогреватель надо ставить. Однако, исходя из обещаний Анатолия Панченко и главы села Петра Воронкова, искать обогреватели уже не стоит. Тепло должно появиться в течение пары дней. И в этот раз ремонт теплосетей наконец-то выполнят за счет муниципалитета и теплоснабжающей организации. По информации сибирской генерирующей компании, сейчас они не сегодня, а завтра уже заходят на восстановление данного участка. Здесь просто получилось так, что жители чуть-чуть пооперативнее проявили инициативу и сами раскопали данный участок. Ну и, соответственно, нашли трубу и приняли меры по восстановлению тепла. Я думаю, завтра появится. Завтра? Да, завтра появится. Конечно, дай бог, чтобы повреждение было за камерой. Но не будет за камерой, будем копать и делать. Погода еще позволяет быстро восстановить этот участок. Но вы видите, в каком состоянии находится труба. Если этот ремонт аварии коммунальщики берут на себя, то как быть с возможными в перспективе порывами, пока не ясно. Ведь до капитальных работ еще целый год. И все же жители полевой надеются, им больше не придется тратить собственные средства. Правда, отопление в домах и сегодня не появилось. По словам лебяженцев, днем никто ремонт не проводил. Так что будем следить за развитием событий. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. День с толком.